Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Номер 585. События дня. Якова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. За 20 июля 2017 года. Галина Влейско, Новокузнецк. Мир вам, Игнатий Тихонович. А у меня вопрос. Считая послание святого апостола Павла к Галатам, 3.19.29, подумалось о том, что не этот ли отрывок лег в основании понимания того, что Ветхий Завет не обязательен христианам. Полагаю, что ваш ответ будет не одной мне интересен, а главное полезен. Спаси Христос. Ну, придется открыть 3.19 Галатам. Галатам 3.19. Вот 3 глава, 19 стих. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступления, до времени пришествия семени, к которому относятся обетования, и преподан через ангела в руку его посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подана праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться в вере. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя. Ибо все вы, сыны Божии, поверива Христа Иисуса. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, были клесть. Нет уже иудея, и язычника. Нет раба ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семьи Авраамовы и по обетованию наследники. Вопрос-то состоит в чем? За кого-то отвечать, э, не это ли послужил, не знаю, это или не это. Ветхий завет не нужен. Откуда это взято? Павел не говорил этого. Речь идет о законе. О законе, не каком-то законе, а о законе и жертвоприношении, указывающем на грех. Исполняя его, человек был жив. Жив здесь, не спасение шло здесь. А нарушающий закон просто истреблялся. Не будет обрезан истребиться, не будет там есть истребиться, есть квасное истребиться. Только об этом шла речь. А кому это послужило? Как за всех отвечать? Может быть, люди, которые отвергают Ветхий Завет, они вообще его не считают, не знают ни нового, ни ветхого. Господь говорит, Евангелие Теяна 5.39, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне, это говорил Христос, находясь на земле во плоти. О каком законе говорил? Нового не было. Матфея Евангелие написано будет после воскресения Христа через пять лет только примерно. Марка через семь. Луки через пятнадцать. Евангелие Теяна через тридцать пять лет. А о каком? Исследуйте Писание, конечно, решено только о Ветхом Завете. Даже Павел пишет послание к Тимофею, первое послание, 4.16. Вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Другого учения-то и не было. Как? Это везде и всюду, где говорится о Писании, решено только о Ветхом Завете. Матфея 22.29. Заблуждайтесь, не зная Писание. Именно не зная, а не то, что знание повредит. И силы Божьи. Господь говорил на земле, другого Писания не было. Вот этот вопрос состоит не об одном, а, дескать, вывод, мы можем ли сделать, не знаю, ну как в Ветхе Завете. Два крыла птицы, как говорится, два динария, которые дал самарянин в гостинику. Да и так понятно, где-то водитель был. Речь идет, что он не может дальше руководить. И все зависит от Бога. Все от Бога. Все. А не так, Бог мне не нужен. Я сейчас буду исполнять законы. Делать как положено. Все точно. Творить милостыню. И спасешься. Не спасешься. Без веры угодить Богу невозможно. И все об этом говорит. Так что, Галина, про людей как сказать? Отсюда, не отсюда. Да зачем нам это исследовать? Откуда кто что брал? Главное, что вывод сделанными неправильный. И последовать не о чем. И рассуждать не о чем. Павел здесь все сказал. Толкование есть в трехтомнике у нас Нового Завета. Углублять все глубже. А зачем? Как ясно, тут на поверхности все лежит. События дня. Речь вот за 20-е. Вчера у нас был четверг. С утра. Вот. Четверг. Ну, раз я занимаюсь здесь прудами-бульдозером, он сломался еще в среду. В четверг. Ну, уже заказ был. Приехал начальник Чернышев Валерий Владимирович. Владимирович из Барнаула привез необходимую деталь. А бульдозерис Виктор, он ни отчество, ни фамилию не говорит. Вот 66 лет ему. Он эту деталь получил, как заказано было. И говорит, деталь не та. Почему? То есть она та, но другой какой-то код у ней. Потому что есть новая и старая. Так привезли новая, а нужна старая модификация. И они тут были. Мне пришлось, ну, выйти поговорить. Он говорит, сейчас еду опять в Барнаул. Это три часа ему ехать. Да там сзади оторвалось что-то, где бампер. Грязь попал. Тут дожди идут днем несколько раз. Каждый день зарядили. А потом говорят вечером, он говорит, к утру я приеду обратно, начальник. Привезу деталь. Где он ее возьмет, деталь, уже вещь. Дело-то после обеда приедет, там уже все закрыто. И вдруг говорят, он ее получил, привез. Я говорю, как? Еще он на скорости тысячи километров в час ездил? Нет. А оказывается, как-то сговорились. Это мне передали. И послали с поездом в Корчино. Станция тут от нас 20 километров примерно. И, ну, и тут, конечно, кондуктора кому-то заплатить. И здесь, говорит, уже получилось. Сегодня он должен поставить. Сказал, человек, а два нужно, чтобы помочь. Я говорю, ну, там Роман рядом, Сергей, захватишь их. Ну, и все. А перед этим было. Он сказал, этот бульдозерист, что не носите мне, у меня остается много. И все это собрал вместе, вернул там пищу-то. И вечером гляжу, уже Никита рассуждает. Пошел тут время к ужину ему. Он сказал, не надо. И вы что, в уме или нет? Сказал о чем? О хлебе, который там привезли. Вкрутую яйца сваренные. Немедленно сейчас же, чтобы было. У нас договор. Ест, не ест, я обязан принести ему. Не ест, забрать. После этого принести новое. Он, говорит, в шесть завтракает. Но я спросил, как так. Он никуда не уезжал здесь. Все, доволен? Доволен. И он сказал начальнику. Вот и все промахнулись с тобой на позорище. Зачем тебе рассуждать, когда договор составлен? Договор гласит, что к шести у него должен быть завтрак. В два часа приносят нам на поле. И в девять, в девять, вечером только он возвращается, и чтобы был ужин. Ну, все так и сделано. Но мы не вышли с графикой из-за того, что пришлось шугнуть их, которые тут мудрят. С Никитой тут все время, он изобретатель. Быстро меняет все. Дальше еще глазами хлопали. Ну, откуда ты это взял? С чего ты это решил? Он сказал, квасу не надо. У меня там не было раз на поле. Я уже в деревне был, потому что сломалось. Я отдал ему. Зачем? Когда он сказал не надо. Зачем? Ответа никакого нет. То есть, не послушание. Дальше не знает, как выкарабкать. Зачем? Он не берет, он не надо, ты ему суешь. Мы свободны. Он сказал, что нужно. Вот не люблю это. Надо четко исполнять то, что есть. Даже здесь вот, у нас здесь с сестрами. А скажешь, приходишь, а там что-то другое. Откуда это взяли? Вчера дожди были. Тут картошки привезли с ростками. Дети обламывали ростки. Там одних ростков было, ведер шесть набрали. Ну вот. Думал, на огород там у нас юрга. Очень хорошая. И не высокая, и не низкая. Как раз. Веточки берешь, самой макушке нагибаешь. И она спеет постепенно, набирает ее. Вот. Ну, нужно. Я везде должен посмотреть. Вот что ты не посмотришь? Женский разум какой. Он как раз застойный. И женщина-то солидная, делает так все. Дети здесь. Еще не посмотрю. Захожу опять. А с чего это вы взяли? Ну, я же сказал не делать этого. Делает это, делает это, и тут же оно сразу рушится. Или пропадает, или возникают новые нерешенные вопросы. Мясорубку. Разобрали, просушили. Вин, которым закручивается, потеряли. Ну, почему сразу-то было не собрать ее? Мясорубку-то. Там всего семь деталей. Ну, разобрали. И опять собрали ее, и все промыли. Нет, положили отдельно. Отдельно, значит, нет ее. Нету. Что делать? Просвергливать теперь надо. Туда гвоздь затыкать. Ну, это по-нашему. Я вчера как раз сказал, главный эпиграф, лозунг у русских. Забыл, потерял. Забыл, потерял. И вот на каждом шагу к столу привинтили, а стол длинный, мясорубку, черемуху прокручивать, а она там косточки, крутит, и чтобы стол-то длинный, а ка он же не привязанный к полу-то, не в тюрьме. И стол-то наклоняется, и в это время четыре банки, три с квасом, так составили стекло, и банки наклоняются падать уже все до одной. Я-то подскочил уже, что ты делаешь-то? Ну, зачем? Стояли на окне, но перед тем, как стол переворачивает, скорее всего, составили на стол, чтобы грохнуть. И стоят, глазами хлопают. И не со зла делают, а просто сатана это все наворачивает. Убрали только, гляжу опять ставят. Другое уже. Ну, он здоровый, работать так не хочет, все это, еще держать не руками, задница и давит. Ну, посади ее здесь, у стола с этой стороны-то, кто это делает? И пусть он держит своим местом сидящим, и она не будет наклоняться. На столе, чтобы ничего не было, кроме того, что крутите и куда выходит. Время, гляжу, еще есть сводить решил детей. У нас свой лагерный огородчик, там горох поспевает. Ну, и набрали все ягоды, юрга, малины, там красные смородины. Я уже садиться скоро за стол. Я скорее, Володя, все собираю, это там поскольку там хружка. И скорее бальдозеристу отвези. Он же не дома. Ему же тоже хочется этой... Ну, Володя быстро исполнительный такой вернулся. Он доволен. Ну, еще бы недоволен был. Представляю, стручки, гороха, свежие, зелененькие. Тут сказали мне, готовить зелень. Зелень это я хожу, собираю. Листья двудомные крапивы. Листья дуванчика. Лопуха это репей. Дальше. Дальше. Листья щавеля, капусты, свеклы. Вот это я все набираю. Укроп. Ну, кончилось у них. Надо набирать. Ну, а дальше матушка дала много чесноку, луку, пера. Такого луку. Я после этого мелко все это промываю, режу, толку. Отдельно у меня кастрюля есть. Стал толочь горох свежий. Привезли. Решил горох вот тогда в зелень добавить, это перемешать. А оно никак. Она скользкая там, из-под толкушки-то все вылетает. И Мария говорит, что есть у нас тут прибор давить этот чеснок. Чеснок стали давить, и правда она давит, и хорошо. А электричество как-то выключали, и зелень была, и там попортилось. Я говорю, попортилось? Ну, да. А что нужно делать, чтобы не портилось? А что делать? Ну, посолить. Я круто посолил, тогда все перемешал рукой. А теперь не солите совсем, что готовите. Туда добавьте это, и когда подадите свежее, с этой солью, это нашу зелень. Она где-то компонентов 11-12 в нем получается. Это витамин сплошной. И не надо, и не пропадет свет, и выключает иногда днем. Ну, и это все события о нас. События. Много косились, Володе пилили, ходили там, которые у дерева не отпилены, еще пни большие свалили. Из лагеря перевезенные дрова, все это пилили. То есть весь, весь занятый. Вот сейчас я говорю, ровно 6. Должна Татьяна Капустину позвонить, проверить меня. И наутором рано, вставать в 4.40, не слышу, а ложусь позже. Вот. Сейчас Татьяна звонит, чтобы дать знать, что ей все хорошо. Слава Богу. Надежда Васильевна опять взялась за прежним, будить меня, как бы. А я уже на ногах. С фонариком. Ну, не фонарик, а телефон, и в окно светит. Во славу Божию, что хотела? А, алло. Вот это все событие. Позвонила мне утром. Ну, я уже на ногах был. Гляжусь, что-то какие-то отсветы ходят по потолку. Что хотела? Добрый день. Алло. Алло. Говори. Минута еще нет. Это вот событие, показать наши ресурсы. К этому больше-то некогда отвечать. Совсем времени нет. Вот. Это первый мой мир. Вот в него тут перестанавливается. Ну, хорошее все это идет. Как надо сегодня тоже перетащилось. Вот. Дальше. Это тоже ресурсы. Православный форум 1607. Ну, и видеоканал. Видеоканал. Вот поставил только уже до 17. Говори. Да. Да. Бог в помощь. Давай. С Богом. Сломалась машина, бульдозер. Второй день, третий день уже стоим. Детали из Барнаула тут привозят. Помолись тоже об этом. С Богом. Спаси Христос. Просфоры печет она у нас. Старшая сестра. И каждый раз звонит. Благословите просфоры с пищей. Ну, понимаете как. Это важное дело. Что было. Сегодня 12 роликов поставил. 12. Открыто у нас абсолютно все. Ну, и на этом все. Хотел бы еще дальше добавить. Просчитать что-то. Нету ни времени, ничего нет. Я уже убегаю. Богу слава.